Теория групп По минимуму, то, что нужно для того, чтобы Понять эти приложения Нам все равно придется учить Поэтому мы начнем с вводной лекции сегодня Вообще, откуда эти группы берутся Что такое группа И только в следующей лекции уже начнем строго строить теорию Называется она симметрия Или симметрия даже лучше Первый пункт, группа симметрии Что такое симметрия Это преобразование Которое совмещает объект с самим собой Вот преобразовали как-то Объект перешел в себя, значит симметрия А группа, это совокупность преобразований Таких преобразований может быть несколько Сейчас мы приведем какие-то конкретные примеры Что? Да Группа симметрия, совокупность преобразований Совмещающих объект с самим собой Таких преобразований может быть много Мы сейчас разберемся на примерах Но сразу скажу, что объекты могут быть совершенно разные Вот что за объекты могут быть? Ну давайте рассмотрим пример Первый пример Подстановки Подстановки Ну давайте Обозначим множество подстановок из N элементов ПН Вы учили подстановки, поэтому я подробно рассказывать не буду Просто напомню Подстановки из N элементов Сколько всего таких подстановок? Вы знаете, что их N факториал из комбинаторики Давайте введем порядок группы Это число элементов Сколько элементов, такой у нее порядок Обозначается таким же знаком, как модуль Вот порядок группы подстановок Из N элементов N факториал Теперь подстановки Надо задать, как они перемножаются Давайте 1, 2, 3 1, 2, 3 А здесь, скажем 2, 1, 3 А здесь 3, 2, 1 Вот как их перемножить? Надо сначала написать 1, 2, 3 в первом ряду Напоминаю просто А потом смотреть, куда что переходит Вот здесь 1 переходит 2 А 2 переходит 3 Значит, 1 перешло в 3 Здесь 2 в 1 1 в 1 Значит, 1 3 в 3 А здесь 3 в 2 Значит, в 2 Теперь давайте посмотрим Вот эти две подстановки, которые я написал Вот это переставляло 1 и 2 Это переставляло 2 и 3 Такие подстановки, где пара переставляется Называются транспозиции Мы две транспозиции перемножили А получили что? Это цикл Видите, все 3 переставлены То есть тройка вперед поставлена 1 и 2 туда сдвинулись назад Получилось Произведение двух транспозиций оказалось циклом Вот такой мы получили интересный результат Подстановки бывают четные и нечетные Количество транспозиций Если четно, то четная постановка, как говорят Если не четно, то нечетная постановка Вот цикл, как мы видим, это четная постановка Ясно, что одно и то же можно получить Разными транспозициями Но четность этого числа будет всегда одна и та же Доказывается Давайте я еще понятие введу подгруппу Это часть группы Обладающая всеми свойствами группы Ну вот Обозначается вот так вот H и G Вот G это группа каких-то преобразований H это подгруппа Тут значок, если бы был кругленький Так это бы означало включение множества Одно множество включается в другое А тут Такой же, как знак меньше С треугольничком такой знак Он означает, что не просто под множество Еще и подгруппа То есть там есть Ну все, все, что Все свойства как бы Такие же Ну вот Зачем я ввел это еще одно понятие Для того, чтобы Пример привести подгруппы Вот Скажем АНТ Это группа четных подстановок То есть возьмем только четные Вот, например, траспозиции все вместе Ну все, все четные подстановки Ясно, что произведение Двух четных тоже будет четной подстановкой То есть мы вот Все четные подстановки Тоже это группа преобразований Какого преобразований? Какого множества? Ну вот просто у нас есть Н объектов Такое вот конечное множество И начинаем всяко их переставлять Вот Все преобразования А есть А есть четные преобразования Которые тоже Группа преобразований Такая же точная Это группа симметрии Совокупность преобразований Совмещающих объект с собой Порядок этой группы Будет что? Н факториал пополам Ровно половина четная И половина нечетная Это Вот Давайте второй пример рассмотрим Точечная группа Что такое точечная группа? Давайте я здесь то, что там подчеркну Точная группа Это группа, которая описывает молекулу Симметрию молекулы Если молекулу мы начинаем как-то крутить Переставлять что-то То Обязательно одна точка Должна оставаться на месте Если это не так Предположим Все точки смещаются Насколько-нибудь там Тогда мы возьмем эти преобразования Последовательно Начнем выполнять И молекула уедет Она должна всегда в себя переходить Обязательно хоть одна точка Должна оставаться на месте А скажем В твердом теле Там другие группы Там не обязательно Чтобы все оставалось Считается, что кристаллическая решетка Бесконечный размер имеет Тогда не обязательно Чтобы точка оставалась на Такие группы называются Пространственные группы А мы в качестве примера Приведем точечную Которую оставляет на месте Это симметрия Какой-нибудь молекул Или геометрического тела Что-то Как бы много Можно придумать Всяких симметрических молекул У вас, наверное, перед глазами Всякие картинки всплыли Симметричных молекул Ну, вот Сами элементы Вот эти симметрии Преобразования Которые молекулы Всего-то Нескольких типов могут Их называют Элементы симметрии Какие могут быть Вот первое Значит Вот я нарисую Такой треугольник И проведу Линию Перпендикулярную К точке Пересечения Медиан Пусть это Правильный треугольник Тогда его можно Повернуть На 120 градусов И он сам С собой совместится Перейдет в себя Вот эта вот Ось Вращения Называется Ось Н-тового порядка И обозначается С-Н-Т Значит Угол, на который Надо повернуть 2П делить на Н В данном случае Для треугольника Н равно 3 То есть На угол 120 градусов Если треугольник Повернуть То Он совместит Вот У школьного учителя Такие Железные треугольники Тетраэдеры есть У меня нету Таких наглядных пособий Но Вы зато Можете Все это себе И так представить Без всяких пособий Вот если повернуть На 120 градусов Еще на 120 Опять в себя Перейдет Поэтому Это ось Третьего порядка И вот Какие-то ось Н-тых порядков Могут быть Это первый элемент Симметрии Который может быть В точной группе Второй элемент Симметрии Это плоскость Я здесь напишу Что это ось Порядка Н А Н Это зеркальная Плоскость Зеркальная плоскость Зеркальная плоскость Ось СН Обозначается Зеркальная плоскость Обозначается Сигма Ну Не буду Даваться Подробности Но можно доказать Что Зеркальные плоскости Могут быть Только двух видов Либо проходящие Через ось Либо Перпендикулярные Оси Доказывается Так же От противного Рассмотрим Зеркальную плоскость Под каким-то углом Произвольным Ну тогда Возьмем Повернем Этразим Повернем И она уехала Эта молекула Чтобы она оставалась В основном месте Только два варианта Их иногда Обозначают Вот такую плоскость Называется Сигма В Которая Проходит Через ось Те Которые Придумывали Обозначение Представляли Себе Ось Вертикальная Как бы Это В Это вертикальная Значит Чтоб запомнить Можно было И третий Элемент Симметрии Который Бывает В молекулах Это Называется Зеркально-поворотная Ось Это как себе Представить Вот давайте Я нарисую Такую Структуру Это две гантельки Совершенно одинаковых И они повернуты Они скрещены Они повернуты На девяносто градусов Друг относительно друга Вокруг Вот этой вот оси Можно повернуть На сто восемьдесят градусов И она перейдет в себя Это С2 Ось второго порядка Но можно еще одно преобразование сделать Можно повернуть Всего на девяносто градусов Тогда они не перейдут в себя Они повернутся А потом еще Отразить Относительно плоскости Перпендикулярной оси То есть Вот Тогда Эта штука Перейдет в себя Это С4 Вот С4 Вот такая вот ось Называется Зеркально-поворотная ось Четвертого порядка Что это значит Мы Два пина четыре Значит на девяносто градусов Повернули Но если Под другим углом Посмотреть Так вот у нас Две гантельки Вот одна А вот по пунктирам Другая Повернули на девяносто градусов Теперь вертикально Стоит та Которая сплошная А та Которая пунктирная Горизонтально Вот Вот я повернулась А теперь переставили местами Ну и все То что было И это стало пунктирной Впереди И мы Такая картинка Получилась Вот зеркально-поворотные ось Могут быть только Четного порядка Ну понятно почему Потому что Иначе точка Которая была здесь Не попадется Здесь В нашу половину Вот Значит Зеркальный поворот С СН Это Сигма вертикальная А потом СНТ То есть Надо Повернуть Вокруг оси НТО порядка А потом Еще и отразить В горизонтальной Плоскости Аш означает Что горизонтальная Плоскость Те которые Придумывали обозначение Говорю Ось НТО порядка Представляли себе Что она Вверх торчит Как ось Z Вот Из этих элементов Ну можно Это самое Какие-то Классификационные Теоремы Доказать Что там Не так уж много Разных Точечных групп Бывает И в Ландау и Лившице В третьем томе Вы увидите Полную таблицу Всех возможно Таких Точечных групп Вот этих элементов Ну и Соответственно А для пространственных групп Их гораздо больше Те кто Твердым телом занимается Скоро выучат Сколько их всего Вот Точечные группы Это группы Не обязательно молекул Можно Правильный Титрайдр взять То же самое Что молекула У него Там будет Определенное Преобразование Которое Оставляют Это тоже У этих групп Тоже конечный порядок То есть Такие группы Называются Конечными У которых порядок Конечное число Но есть и другие группы У которых порядок Бесконечное число Третий пример Это Вот В прошлом семестре Мы изучали Всякие Автомодельные решения Для них Мы растяжения Какие-то Осуществляли Изменения Масштаба И Вот У нас Уравнение Переходило Само в себя Вот Давайте Напишем Группа Растяжений Стяжений Вот у нас Есть уравнение Ди Игрек Под Игрек Давайте В качестве Примера Рассмотрим Обыкновенное Дифференциальное Уравнение Дифференциальное 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 Поменьше Писать Чтобы было Мы видим Что Если Х Растянуть В лямбда Раз Игрек Растянуть В лямбда Раз Так что Лямбда Положительная Для определенности То У нас Уравнение Перейдет Само в себя Производное Смотрите Дигрек И Дифференциальное В лямбда Раз И сократится А в правой части Тоже сократится Такое уравнение Называется Однородное Ну давайте П Равняется Игрек На x Будет Новой Неизвестной Функцией От x Ну найдем П штрих Да Это Игрек Штрих На x Минус Игрек Делить На x Квадрат Равняется Игрек Штрих На x Вот она F От П Делить На x Минус Игрек На x Квадрат Игрек На x Это П Делить На x Ну вот Все Мы Уравнение Для p Написали Получилось x П штрих Равняется f От p Минус p Ну мы Видим Что все В порядке Что в этом Уравнении Разделяется Переменная И оно Интегрируется Уже Воспользовавшись Тем Что Однородное Но Это Мы Так В прошлом Семестре Делали Продемонстрируем Примерно Это Только Чуть Более Сложных Уравнений А что Мы В этом Семестре От него Хотим Мы Хотим Посмотреть Что Это За Преобразования Такие Которые Оставляют Уравнение Неизменным То Есть Уравнение Переходит В себя Это Растяжение Или Дилатация В лямбда раз Координаты И неизвестные функции В лямбда раз Тогда У нас Получается Что Вот она Группа Преобразования Это Всевозможные Как у нас Написано Это Симметрия Явно Солкупность Преобразования Совмещение Объект В данном случае Дифференциальное Уравнение Сколько Какая У этой Группы Ну давайте Поскольку Это Самое Лямбда Может быть Любое Число Давайте Эту Группу Обозначим За Р Плюс Потому что Вот Сколько Чисел Положительных Столько И Вещественных Лямбда Разных Столько И Преобразований Вот У этой Р Плюс Какой Порядок Ну порядок У нее Бесконечность Это Можно Написать Но Смысла Особого В этой Записи Нет Понимаете Ну Бесконечность Да Вот Значит Такие Группы Называются Бесконечные Бесконечные Группы Бывают Дискретные И непрерывные Но Видно Что Это Непрерывная Бесконечная Группа Потому Что В окрестности Там Сколь угодно Малые Каждого Лямбда Всегда Найдется Еще Какой-то Лямбда И во столько Раз Тоже Можно Мастабировать Наши Переменные Напишу Бесконечная Непрерывная Группа Ну и чтобы у нас Всякие Разные Примеры Были Четвертый Пример Вообще Возьмем Из квантовой Механики Это Вращение Давайте Рассмотрим Как мы В прошлом Семестре Подробно Рассмотрели На квантовой Механике Вы рассматривали Частицу В центрально Симметричном Поле Это Написал Оператор Геммельтона Для такой Частицы Ну и вы Конечно Уже Знаете Давно Что Поскольку Ана-Др После буквы Не написал Вектора Значит От углов Не зависит А только От величины Вектора Зависит Потенциал Это и есть Центральное Поле Это определение Центрального Поля Мы Сейчас Не будем Решать Это соответствующее Уравнение Шлюдингера Но Мы Его решали Уже Вопрос Относительно Каких Преобразований Наше Поле Не меняется Наш Кремельтонян Не меняется А надо Взять Любую Ось Провести Через Центр И вокруг Нее Повернуть На любой Угол Вот Все Такие Вращения Вот Они Называются Вращения В трехмерном Пространстве Как бы Их Описать Ну По-разному Можно Ну Давайте Вот Вокруг Оси Х Там Вокруг Оси У Вокруг Оси З Последовательно Вращать Или Там На углу Эйлера Вращать Давайте Р На угол Фи Вокруг Оси Х Это Будет Такая Матрица Один Ноль 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 Косинус Фи Минус Синус Фи Синус Фи Косинус Фи Это Вращение На угол Фи Вокруг Оси Х Вращение На угол Фи Вокруг Оси Х Матрица Они Даже Объясняют Не Понятно Почему Такую Матрицу Написал Да Вы Все Это Знаете Ну Давайте Обратим Внимание Что Эта Матрица Не Симметричная Какая Она Ортогональная Напомню Что Это Значит Обратная Матрица И Транспонированная Совпадает Для того Чтобы найти Обратную Надо Лишь Транспонировать Что Такое Обратная Это Вращение На угол Минус Фи Это Действительные Матрицы Такие Вот И Такие же Есть Для вращения Вокруг Оси У Вокруг Оси З Вот Ну И надо Для того Чтобы матрица Общего вида Надо На альфа Один Вокруг Оси Один На альфа Два Вокруг На альфа Три Вокруг Оси Три И все Перемножить Ну И писать Не буду Так Большая Большая Матрица Из Синус В Косинус Это Будет Общее Преобразование Но Одно Ясно Что Ортогональная Матрица И второе Ясно Определитель Вот этой Матрицы Равен Единице И останется Определитель Равен Единице Ортогональной Матрице Общего вида Вот Эта Группа Ж Значит Это Группа СО Три Над Р Специальная Группа Действительных Ортогональных Матриц Значит Слово Специальное Обозначает Что Определитель Равен Единице Еще В алгебре Называются Унимодулярные Матрицы А вот В теории Групп Называются Специальные Матрицы Ортогональные Понятно Это значит Что Сопряженная Обратная Совпадает С траспанированной Вот Вот Эта Буква О Означает Что Это Группа Ортогональных Матриц С Что Специальных Три Что Эти Матрицы Три Натри Запятая Р Что Над Полием Вещественных Чисел Вот В этом Обозначении Общепринятом Все Что Мы Про Эти Матрицы Сказали Вот Такие Все Матрицы Какие Вот Такого Вида Они Образуют Конечно же Тоже Группу Потому Что Группу Симметрии Потому Что Это Симметрия Этого Самого Электрона В Центральном Поле Вопрос Сколько Таких Матриц Ну Сколько Если Порядок Эта Группа Будет Бесконечный И Эта Группа От той Ничем Не Будет Отличаться Мы Интуитивно Знаем Что В этой Больше Вроде Должно Быть Элементов Чем В той Растяжении Вот Поэтому Для Бесконечных Непрерывных Групп Вводит Еще Одно Понятие Кроме Порядка Размерность Группы Это Число Ну Давайте Я напишу Минимальное Число Параметров Необходимых Для задания Элемента Вот Ну То же самое У вас В этой Аудитории Год назад Учили Что такое Число Степеней Свободы Сколько Надо Задать Координат Чтобы И задача Была Сколько Степеней Свободы У двери По идее Одна Но если Дверь Скрипит И не очень Хорошо Работает То больше Чем Одна Степень Свободы Вот тут Сколько Параметров Надо Задать Значит Обозначается Так Размерность С О 3 Запятая Р Какая Размерность У этой Группы Ну Надо Посмотреть Сколько Нам Надо Параметров Чтобы Задать Вращение Трехмерного Простатия Например Как мы говорили Вокруг оси Х Потом Вокруг Новой оси У Потом Вокруг Новой оси З Три параметра Нам надо Задать Три угла Альфа 1 Альфа 2 Альфа 3 Значит Размерность С равна Трем Можно Действовать И по Другому Например Задать Ось Какую Нибудь И вокруг Ни На угол Вращение На угол Это Значит Любое Вращение У нас В трехмерном Пространстве Нашем Родном Это Конца Едничного Вектора На единичной Сфере Там Т Т И Фи А третий Параметр Пси Вокруг Этой оси На какой угол Повернут Все равно Три останется Задавать Эти параметры Можно По-разному Конечно Но Количество Будет То же Самое Поэтому Это Важная Характеристика Размерность Группы А вот Той Предыдущей Группы Размерность Будет Р Плюс Будет Один Плюс Всего Покажет Во сколько раз Растянули Мы Или наоборот Стянули Наши координаты И так Ну вот Теперь мы Интуитивно Знали Что группа Богаче Вот и видно Что она В три раза Богаче Своими элементами Хотя они Обе бесконечные Обе непрерывные И по порядку Мы их сравнить Не могли Ну вот Мы Попытались С вами Проделать За 15 минут То что Наука Там математика Не знаю Может быть Целый век Не могла осознать Одни люди Занимались Дискретными Группами Ну А другие Совсем люди Они с этими Даже может Незнакомы были В других странах Занимались Непрерывными И вот В конце концов Они осознали Что они занимаются Одним и тем же Что это вот Все одна такая Наука есть И вот Тогда Возникла идея Давайте Обобщим Понятие Группы Симметрии Или группы Преобразований То есть Попытаемся Вот Смотрите Что за объекты У нас Молекулы Какие-то Перестановки Там Гамильтониан В центральном поле Самые разные Объекты Симметричные Давайте Как-нибудь Попытаемся Дать определение Группы Без объекта Не исцелаясь На объект Потому что Объекты Самые разные Как бы Непонятно Тогда ничего Исследовать Это трудно Надо как-то Абстрагироваться От объекта Поэтому второй Пункт У нас будет Абстрактная Группа Абстрактная Группа То есть Попытаемся Так определить Как-то так Так определить Группу Чтобы не ссылаться На вот На этот объект Непонятно Какой Который Не меняется По действиям Преобразования Это будет Обобщением Вот того Понятия Группы Преобразования Какого-то Объекта Группа Ж Это множество С бинарной Операцией Давайте Я напишу Вот так Ж На Ж В Ж Если Вас Такие Обозначения Не пугают Это просто Бинарная Операция То есть Возьмем Какой-то Один элемент Из Ж И другой Элемент А и Б И перемножим И получится Опять Элемент Из Ж Вот Так Записывают Это значит Отображение Прямого Произведения Ж На Ж В Вот Со Свойствами Три Свойства Первое Свойство А На Б С Равняется А Б На С А Это Свойство Называется Ассоциативность Что за операция Эта операция Обычно Обозначается Точечкой Но Эту точку Обычно Не пишут Поэтому В первом же Свойстве Этой операции Как бы И нету Она Есть Она Незримо Присутствует Между А и Б Между Б И С Второе Существует Такая Единица Из Ж Что для Любого Ж Из Ж Ж Умножить На 1 Равняется 1 Умножить На Ж Равняется Ж Это Называется Существование Единицы Эту Единицу Я обозначаю Просто Один Как мы В прошлом Семестре Там Всегда Обозначали Даже Единичный Оператор Просто Единичкой Но В разных Книжках По-разному Буква И Большая Буква Е Маленькая Например В синей Тетрадке Как только Не обозначает Главное Знать Что это Единица Вот Есть Такой Элемент Он Называется Единичный Элемент В группе В любой Группе Это Из Преобразования Берется Ясно Что С точки Зрения Нашего Первого Части Лекции Это Дождественное Преобразование Любого Объекта Есть Даже Никак С собой Не совмещается А уж Едничным Преобразованием Всегда С собой Совместиться Сделать Ничего Не надо Третье Для любого Ж Существует Такое Ж В минус Первый Сж Что Ж На Ж В минус Первый Равняется Ж В минус Первый На Ж И Равняется Едничке Это Существование Обратного Элемента Давайте Заметим Следующие Вещи Первое Здесь Смотрите Стоит Существует Единица Что по-любому А тут По-любому Существует Они Переставлены Это означает Что единица Должна быть Обязательно Одна На всю Группу Не может Для каждого Элемента Быть Своя Единица Так Не бывает А вот Обратный Элемент Для каждого Свой Наоборот У двух Элементов Не может быть Обще Обратный Потому что Мы легко Тогда Придем К противоречию Тогда Элементы Совпадают Что А мы Можем Противоречию Прийти Если у нас Несколько Дней В группе Второе Соображение Что у нас Это самое Если у нас Вот Это самое Если у нас Коммутативность Здесь Нету Нигде Ни слова Про Коммутативность Не сказано В определении Если К тому же Еще Есть Коммутативность Вот К этим Свойствам То Группа Называется Коммутативной Или Абелева Но Здесь Про коммутативность Не сказано В Абелевых Группах Иногда Вот Эта Операцию Обозначает Не точечкой А Значком Плюс Ну Потому что Сложение Якобы Коммутативное Понятнее Становится Ну По-моему Понятнее Становится Вы По крайней Мере Сможете Читать Книжки И понять Что там Написано Итак С единицей Разобрать А еще Одно Соображение Есть Такое В принципе Можно Потребовать Существование Левой Единицы Правого Обратного Элемента Остальное Доказать Но мы не будем В такие тонкости Выдаваться То есть Можно чуть-чуть Уменьшить Это количество Требований Вот у нас Определение Абстрактной Группы Которая Не обращается К объекту Вообще Не важно Молекула Там это Или гамильтониан Или там Обыкновенное Дифференциальное Уравнение Не важно Теперь мы уже Про объект Ничего не говорим И дальше Мы можем Строить Формальную Теорию Вот Можем Эти группы С формальной Точки Зрения Изучать Давайте Пару примеров Примеры групп СН Это такая группа Она состоит Из единицы Р Р в квадрате И так далее Р в Н Минус первой степени Р в степени Н Равно единице То есть Ось Н Того порядка У нас есть Мы вокруг нее Можем на угол 2П делить на Н 4П И так далее И так далее И в конце концов На 2П Когда повернем Получится опять Едничный элемент Р это поворот Вокруг вот этой СН Какой-то элементарный Вот это Называется Циклическая группа Ну можете себе представить Такой многоугольник Н угольник Изготовлен из плотного Материала Который вращается Вокруг оси Ничего больше Мы с ним делать не можем Вот такая группа В ней будет Н элементов Порядок ЦН Будет равен Н Эта группа Будет Абелева Потому что Какая разница Сначала на 60 А потом на 120 Или сначала на 120 А потом на 60 градусов Повернуть Другой пример Пр все в квадрате Я обозначил с буквой П А вот этот поворот Вокруг осиентного порядка Я обозначил буквой Р Как и в предыдущем примере Получилась Тоже группа преобразований Вот такого Твердого Многоугольника Называется Группа Диедра Диедра Это Это Призма То есть Многоугольник Поскольку он имеет Такой твердый Он имеет Конечную толщину Давайте считать Его призмой И вот Эту призму Можно поворачивать На угол 2П делить на Н А можно переворачивать Вот это Операция П А Ту соответственно Н Тогда надо считать Группой Пирамиды Вот Н угольник И все вершины Там соединились Какой-то Вершинкой Одной в треть Ну и Тогда его Можно поворачивать На угол 2П на Н А переворачивать Нельзя Потому что Вершинка сверху Он устойчиво На ней не сможет Устоять Вот Порядок Этой группы Диэдра Это 2Н Естественно Ну мы все элементы Эти 2Н элементы Перечислили Фигурные скобки Вот Вам абстрактная группа И вот эта группа ЦН Она входит В эту ДН Видите Вот просто Первая половина Аргументов Этой фигурной скобки Это ее подгруппа ЦН В ДН Является подгруппой Ну вот Мы с вами построили Две конечные группы Только так И можно И другие строить Это кстати Точечные группы Это молекулы Могут быть С такой симметрией Вот Пользуясь уже этим Абстрактным Уже независимо От молекул Просто Мы как их строили Мы перечислили Все элементы И простейшие Соотношения Между ними Ну минимальное Число соотношений Достаточно Это называется Порождающие элементы И определяющие Соотношения Вот здесь Р порождающий элемент А Р в степени Н равно Еднице Определяющие соотношения Здесь Вот это вот Три определяющие Соотношения Порождающие элементы П и Р Ну и можно Вот так например Эти группы задавать Вообще Конечную группу Можно Многими способами Задать Но три основных Способа Следующие Первое Ну самое простое Что приходит Голова Эта таблица Умножения Если группа Конечная То мы можем Там такую таблицу Стать по вертикали И по горизонтали Все элементы Определить порядок Который мы умножаем И в каждой клеточке Вписать ответ Вот это самое Произведение Все у нас Все будет задано Ясно что Если в группе 10-13 элементов Это довольно трудно Практически сделать Но для небольших Каких-то Мы сделать сможем Второе Это Вот эти вот Порождающие элементы То есть Это чисто абстрактный способ Формальная задача Ну если хотите Алгебраический Вот у кого хорошо Алгебраические выкладки Получается Тому так даже Нагляднее И понятнее Задали там П, Р, Ку И между ними Всякие коммутаторы И Третий вариант Это как под группу Все конечные группы Либо Изредка Просто Это группы подстановок Либо какие-то их подгруппы Например группа Четных подстановок Там Вот это уже будет Конечная группа И найти в какую Группу подстановок Она входит В качестве подгруппы Это тоже способ Задать Любую конечную группу Поэтому У нас теперь все Есть ли того Чтобы Какую-то группу Более подробно Описать Ну вот мы Кратко-то Группу диадра Описали Давайте теперь Одну из групп диадра Самую простейшую Мы Напишем Очень подробно Третий пункт программы Это группа Треугольника Группа Треугольника Д3 Ну У нас есть Правильный треугольник Совершенно равный У него стороны Мы там даже Один раз его рисовали Вот давайте У нас Ось С3 есть И здесь Нарисуем треугольник Вот точки пересечения Медиан У нас его центр И мы вокруг Этого центра Можем на 120 градусов Повернуть Или на 240 градусов Он перейдет Сам себя Но кроме того Мы можем треугольник Перевернуть Если считать Что он там Из жести сделан Из твердого материала Каждая медиана Сама по себе Является Ощей второго порядка С2 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 Но если его Плоскости нарисовать То будет то же самое Только Вот смотрите Вот они Вот точка пересечения Медиан С2 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 А здесь Надо такой Кружочек С точкой Нарисовать Как Вектор Это ось С3 На нас смотрит Группа Д3 Группа Всяких Вращений Треугольника Этого Правильного В трехмерном Пространстве Мы будем Кратко ее Называть Группой Треугольника Состоит Из таких Элементов 1 R R в квадрате P P R P R в квадрате Что такое R R в квадрате Это как раз Поворот На 120 И на 180 Градусов P Это переворот Поворот На 180 Градусов Вокруг оси Второго Порядка P R Это что Мы сначала Если это действует На что-то То что справа Действует Сначала А потом То что слева Значит R На 120 Повернули А потом Перевернули Фактически Значит что мы Перевернули Относительно Другой Медианы А P R в квадрате Относительно Третьей Медианы Перевернули Ну или как Улан-Дава-Люшица Написано Из чисто геометрических Соображений Вот у нас Ось третьего Порядка Ось второго Значит будет Еще две Оси второго Порядка По симметрии Повернули 120 Там тоже Должна быть Оси второго Порядка Ось третьего Размножает Оси второго Порядка Ну вот У нас Три Поворота Вокруг оси Второго Порядка И какие У нас будут Соотношения R в кубе Равняется P в квадрате Равняется Единице И P R в квадрате Равняется Эти соотношения Означают Что R элемент Третьего Порядка P элемент Второго Порядка А P R Ну как мы уже Говорили Геометрический Поворот вокруг Другой Медиан Это тоже Элемент Второго Порядка Два раза Если повернуть То он вернется В исходное Состояние Или Поддержнется Тождественном Преобразовании Перерыв Итак Мы остановились На том Что Вот С помощью Порождающих Элементов Вторым способом Задали Группы Треугольника Но Может возникнуть Вопрос И обязательно У кого-нибудь Возникнет А почему Мы эту группу Треугольника Рассматриваем Вот есть же Другая Тоже Совершенно Естественная Группа Давайте Возьмем Эту Ось Которая В серединке С3 А еще Возьмем Плоскость Зеркальную Сигма Которая Проходит Через Медиану Перпендикулярно Доске Вот Мы же можем В такой Плоскости Отразить Треугольник Ну соответственно Есть и такая Плоскость Теперь Сигма И такая Плоскость Сигма И В каждой Плоскости Мы тоже Можем Отражать Ну у нас Будет Такая Группа Которая Состоит Из 1 R R В квадрате Сигма Сигма R И Сигма R В квадрате Такая Группа Обозначает С3 В Это Ось Третьего Порядка И к ней Мы добавили Вертикальную Плоскость Поэтому С3 В Вот почему Бо эту Группу С3 В Не Рассматривать Это Группа Преобразования Треугольников Плоскости Вот там Мы его Переворачивали На 180 А тут Мы переворачивать Не имеем Права Двумерные Существа Нельзя Из плоскости Никак Вылезать Или Вы Не умеете Трехмерных Картинок Рисовать В тетради А только Двумерные Тогда Только Эта Группа У вас Есть Группа Движения Треугольников Плоскости Ну я не буду писать Что правильного Треугольника Плоскости Очень Интересно Узнать Всякие Определяющие Соотношения Ну какие Р в кубе Равно Единице Это Третьего Порядка Элемент Сигма В квадрате Тоже Равно Единице Потому что Теперь Что такое Будет Сигма Р Сигма Р Это Будет Элемент Второго Порядка Это Отражение В другой Плоско Проходящее Через Другую Медиану Скажем Сигма Вы выбрали По оси З А тогда Это Наклонная Медиана То есть Сигма Р В квадрате Равно Вот это Совпадает Просто Сигму Обозначили А там П Структура Группы Та же Самая А пространство Реализация Совсем Разные С точки зрения Вот этих Объектов Которые Я стер Объекты Разные Преобразования Разные А вот Формальная Группа Устроена Одинаково Вводят Такие Понятия Как Гоморфизм Это Отображение Ж1 Ж2 Сохраняющая Операция Я не говорю Какую В группе Всего Одна Операция Вот Эту Самую Сохраняет Итак Не просто Давайте Отобразим Одну Группа А вот Так Чтобы Операция Сохранялась Вот Это Тогда Называется Гоморфизм Но Все равно При этом Вы же Знаете Гоморфизм Учили Что Может Так Быть Что Целая Куча Элементов Один Видничку Отобразится Гоморфизм Может Склеивать Элементы А Если Еще К тому Он Взаимно Однозначный То Он Называется Взаимно Взаимно Если Две Группы Изоморфны Значит У них Все Одинаково Устроено Внутри Ну Как Здесь По-разному Называются Элементы С Сигма И П И Давайте Один Раз Изучим Свойства Этой Группы И Второй Раз Изучать Не Будем Поэтому Мы Договоримся Что Будем Изучать Абстрактные Группы С До Изоморфизма Может Быть Они Там В нашем Пространстве Одна Реализована Другая На Плоскости Это Это Неважно Это Зависит От Симметрии Объекта Что Там За Исходный Объект Если От Объекта Отвлечься То Устойчиво До Изоморфизма Достаточно Изучать Пишется Так Д3 Изоморфно С3 В Изоморфизм Обозначается Таким же Знаком Как Приближенное Равенство Давайте Теперь Попробуем Вот эту Группу Треугольника Третьим Способом Задать Д3 Давайте Для определенности Про Д3 Говорить То есть Попытаемся Задать ее Как Некую Подгруппу Группу Подстановок Опять Надо Как-то Договориться Вот Давайте Я напишу Р И Треугольник 1 2 3 Пронумеру Его В положительном Направлении Там С С Левой Нижней Вершины Надо Договориться Куда Мы Будем Крутить Операция Р Ясно Что Можно В Почасовой Стрелке Можно Прочасовой Стрелке Как Договоримся Так И Будет Ну Давайте В Положительном Направлении Получится Такой Треугольник Тогда 1 2 3 Ну Насчет П П Поворота Поворота Вокруг Оси Второго Порядка Который Мы Сокращенно Обозначили П Тоже Надо Договориться Вокруг Какой Оси Ну Давайте Тройка Пусть Остается На месте А 2 И 1 Поменялись Местами То есть Вокруг Оси З Мы Повернули На 180 Градусов Рисуя Такие Картинки Мы Любую Суперпозицию Преобразовать Например П Р На 1 2 3 Что Это Будет Сначала Р Действует То есть Будет П На 1 2 3 А Теперь П Переставляет Нижние Местами Получится 1 3 2 Ну и Давайте Уж Совсем Сложная Вещь Почитаем П Р В Квадрате Это Просто П Р Действует На Вот Этот Треугольник 1 3 2 Равняется Давайте Сначала Р Подействуем То есть П Остается А здесь Будет 3 2 1 И Равняется 1 2 3 1 1 2 3 Получился Тот же Треугольник Который 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 r соответствует такая подстановка вот смотрите наверх смотрим значит 1 переходит в 3 на месте вершины 1 появляется вершина 3 2 переходит в 1 а 3 переходит 2 вот место r можно написать такую постановку этот цикл мы помним что цикл зачетная постановка на из из двух транспозиций получается теперь какого порядка это элемент вот вот посол 3 чего конечно да вот р в кубе равно единицы р в квадрате равно это будет вместо стрелочки просто равенство ставить 1 2 3 3 1 2 1 2 3 3 1 2 равняется 1 2 3 1 в 3 3 в 2 2 в 1 1 в 3 3 в 2 2 в 1 тоже получился цикл но другой перер в кубе это будет 1 2 3 3 1 2 р умножь на р в квадрате 1 2 2 3 на 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 переходит 3 3 в 1 2 в 1 1 в 2 3 в 2 2 в 3 все получилось единичка аареlib к походу 2 2-ти в 1 и амп thunder я опять 5 для краткости печал равенство 1 2 3 2 1 3 1 2 3 2 1 3 ap 1 2 3 2 1 в 2 2 в 1 2 в 1 1 в 2 а 3 на месте ну и так ясно что третью вершину 2 переставили потом еще раз переставлен вернулся то есть p в квадрате тоже оказалась единица ну и осталось p в квадрате проверить p в квадрате равняется p р давайте сначала просто p р вот p р равняется 1 2 3 2 3 p это будет 2 1 3 r это будет он там мы написали 3 1 2 1 2 3 1 в 2 2 в 1 2 в 1 1 в 3 3 в 3 3 в 2 1 на месте 2 и 3 это элемент второго порядка до 1 остался на месте 2 и 3 переставили в квадрате это будет единица что мы так долго проверяли что мы получили сейчас оказалось что все подстановки из трех элементов туда вот ходят в эту группу то есть не просто какая-то часть там или подгруппа всех подстановки из трех элементов это есть все элементы группа треугольник d3 изоморфно p3 вот что мы доказали то есть мы почувствовали первую пользу от нашего абстрактного определения в первом примере у нас были группы постановка в втором примере точечные группы которые там какие-то молекулы изображали оказалось что вот группа постановок из трех элементов группа для простейшей молекулы в форме треугольника это одно и то же они изоморфны ну по крайней мере с точки зрения теории групп это одно и то же они может быть в разных областях науки появляется но это одна и та же группа и один раз изучили и все и может теперь все про не знаем но мы еще пока не изучили мы пока только только не привыкаем и хотим ее задать еще и третьим способом помощью таблицы умножения давайте нарисуем такую таблицу 6 на 6 ну можете подписать что таблица умножения группы треугольника сначала мы должны все элементы расставить 1 r в квадрате p p r и p r в квадрате ну и мы должны порядок о порядке договориться поскольку вообще говоря группа это не абелева это кстати наименьшего порядка не абелева группа которая вообще бывает из пяти из четырех элементов не абелевую не сделаете никак а вот из шести элементов уже можно вот такую не абелевую группу собрать поэтому мы все примеры будем из этой групп приводить очень много будем к ней обращаться просто это простейший пример не абелевая группа поэтому на ее примере очень удобно все изучать итак теперь мы должны заполнить все колонки этой таблицы все строчки произведениями проще все заполнить первую строчку 1 умножить на 1 это 1 1 на r это r 1 r в квадрате это r в квадрате p p r в квадрате точно так же легко заполнить первый столбец по свойству единиц r r в квадрате p p r в квадрате поэтому в таблицах умножения никто не пишет вот как я первый раз для учебных целей заголовочную строку и заголовочный столбец они просто совпадают с первой строкой первым столбцом их и писать не надо поэтому 6 на 6 они 7 на 7 а чтобы дальше заполнять надо воспользоваться каким-то другим способом ну я не знаю что вам удобнее треугольники крутить подстановки перемножать мне бы, пример, удобнел алгебраически вот в степени возводить в степени возводитьThanks порождающие элементы сначала левый верхний угол r в какой-нибудь степени легче всего заполнить вот вот левый верхний угол r на r это r в квадрате r на r в квадрате p а та единица r C а эт н r в квадрате это r а теперь дальше идем по этой строчке r на п вот как р на п написать мы договорились подписать слева r на п это тоже какой-то элемент у которого по слева написано он по определению в нем транспозиции сегодня нечетный давайте разберемся для этого мы напишем что p на r в квадрате равно единице вот это мы с вами доказывали в этом свято верим или пр пр равно единице давайте это слева умножим на п вот r пр равно п а давайте теперь справа на р в квадрате умножим получится rp равняется пр в квадрате ну можно было наоборот вот это же умножить здесь на квадрате тогда здесь бы исчезла было бы pr равняется r в квадрате p это другая запись того соотношения определяющего которое мы уже с вами вывели того что 2 медиан ничем не не хуже не лучше 1 пр пр тоже элемент 2 пр в квадрате отмениться это следствие следствие это перестановочное соотношение перестановочное соотношение со словами выразить гласит для того чтобы r с p переставить надо возвести его в квадрате р когда перескакивает через п возводится в квадрат смотрите все равно в какую сторону на перескакивать все равно в квадрат возводится вот теперь этим пользуюсь мы будем преобразовывать мы найдем что такое rp вас туда чтобы эту клеточку вписать rp равняется pr в квадрате да все вписываем туда таблицу pr в квадрате rpr это у нас уже был rpr вот это просто p rpr в квадрате туда в квадрате и еще одно то в квадрате в четвертый pr в четвертый это pr но я устно считаю вы можете написать pr в четвертый равняется pr то есть это даже если вы одно лишнее равенство ничего страшного все равно вы это быстро получите с помощью определяющих соотношений теперь r в квадрате на p это pr мы знаем r в квадрате на pr это pr в пятый h в том числе r в клубе ничего значок в квадрате r квадрате это pr в шестой позачь просто п теперь дальше здесь pr pr это pr в квадрате это pr в квадрате это pm garden try to pure в квадрате это py этот квадрат легче всего заполнить а вот для того чтобы следующий квадрат заполнить надо уже какие-то формулы использовать p на p это единица p на p это r p на p в квадрате это r в квадрате p r на p что такое будет p r p ну как мы r должны вот так вот переставить прокоммутировать переставить будет r в квадрате будет p в квадрате r в квадрате просто r в квадрате p r на p r это единица мы с вами уже знаем p r на p r в квадрате это будет p в квадрате h на r в 4 то есть r в квадрате на r это p в квадрате на p r в квадрате на p r это что r в квадрате когда туда перескакивает становится в 4 p в квадрате r в 5 в квадрате r в 5 ну вот r в квадрате здесь будет здесь кстати почему p никакого p здесь нету просто единицы r в квадрате здесь соответственно r как мне здесь то точно единица здесь r p r в квадрате на p r в 4 это r да вот смотрите в этой таблице нашей получилось хорошо видно что получилось получилось какие-то свойства вот давайте разберемся с этими свойствами первое в каждой строке и все элементы группы смотрите первой строке 1 r в квадрате там в последней строке p r в квадрате p все-все-все встречаются это случайно так получилось или любой группы конечно любой группы будет ну грубо вот эта операция она отображает это в два элемента возьмем один элемент другой их произведение тоже должно быть элементом группы все там должны перебираться не может какой-то быть пропущен мимо мы не можем проскочить и наоборот два раза не может третий элемент группы в строке потому что если он там два раза в 30 это будет означать что это равно тому потом на минус 1 умножим и придем противоречия понимать ну и то же самое относится стал сам стал в каждом столбце тоже есть все элементы группы но в другом порядке потому что если вы все элементы в другой строке стояли в том же порядке это обозначало что произведение этого на этот равно произведение другого на это значит они равны между собой бы это зачем мы бы это доказали легко что то есть это всегда в каждой группе так но всего n факториал как бы понимаете вариантов там как расставить их в разном порядке из них только n реализуется так что это вариантов хватает вариантов много из них вот некоторые реализуются ну а третье свойство я даже писать не буду она только с на следующей лекции мы поймем почему она вообще откуда она взялась смотрите что получилось вот если эта карта только есть юго-восточный квадрант и северо-западный квадрант вот они состоят только из r только из вращений в плоскости треугольник а в другие два квадранта северо-восточный юго-западный они состоят из p там треугольник перевернут почему так получилось почему они так сгруппировались мы поймем только на следующей лекции это это только для этой группы только вот очень так специальное такое свойство деликатное вот осталось мне сказать про литературу что-нибудь что надо брать вам литература книг очень много вот но в основном это математические книжки где строго теория групп строгое введение теребра но вот про приложение физики книжек гораздо меньше обычно в толстых книжках по алгебре вот этот раздел связано с приложением просто пропущен или там если совсем толстая книжка такой маленький совсем параграф это как бы не самое важное с точки зрения самой теории групп поэтому именно надо читать книжки про приложение это петро шеи не трифонов это применение теории групп квантовой механики два издания было в конце 60-х годов и в начале двухтысячных годов она переиздавалась новое издание гораздо лучше там добавлены доказательства того чего не было доказано но поскольку мы доказательства все-таки как правило пропускаем то это не так уж и важно можно и старое издание где-то найти тут больше чем чем мы учим это заведомо с перебором это для те кто хочет еще что-нибудь там узнать по сравнению с тем что мы будем учить и второе это книжка который я мужчина в первом семестре рекомендовал мытью суокер это очень хорошая книжка это фейман читал лекции по матфизике а это авторы это студенты которые законспектировали издали там тоже больше рассказал чем чем нам надо по-моему в ельском университете когда-то 50-е годы если что эта книжка такая старая что ее уже почти нигде нет может быть даже нет в читальном зале вот вы только у шефа вы можете найти в институте вот ну и в интернете можете потому что вообще-то есть в интернете там сейчас все есть в интернете можно найти но ее если уж искать интернет то попробуйте найти на английском языке они в переводе на русском во-первых полезно английский изучать вторых когда переводили в издательстве атом изда в шестьдесят седьмом году или девятом они выбросили оттуда все задачи а учебник без задач параграфа могут и гораздо более слабый учебник чем учебник с задачами ну неправильно перевели я думаю что экономили бумагу тогда дальше третье это книжки по квантовой механике по физике тоже нужны потому что в них тоже всегда какой-то такой раздел математическое приложение применение теории группы значит ландау и лившиц том 3 квантовая механика раздел называется молекула ну там все про теорию группы почти все что нам надо там тут сказано то что на следующей лекции будет почти все есть ландау и ливши и четвертое есть мессия квантовая механика это французская книжка в двух томах по ней во франции когда-то учились квантовой механике она переведена на русский язык в конце второго тома есть математические приложения и там даже даже больше чем мы проходим по теории группы там есть ну и задачник конечно колоколов вот тот же самый который в прошлом семестре там есть эти разделы по теории группы по конечным группам и по непрерывным группам ну и синяя тетрадь это поделила федер а сами лекции есть на сайте кафедры их еще не существует напечатанном виде они только в интернете есть в электронном виде в электронном виде они лежат на сайте кафедры на сегодня все